Президент Украины Владимир Зеленский второй месяц дожидается телефонного звонка от Джо Байдена, коллеги из США. Однако молчание Белого дома само по себе является сигналом для банковой, пишет американская газета The Washington Post 13 марта 2021 года. В свое время телефонная беседа Зеленского с президентом США привела к первой попытке импичмента в отношении республиканца Дональда Трампа. Демпартии США тогда это было на руку, но теперь она не спешит общаться, а лишь намекает на необходимость определенных действий со стороны Киева. Официально задержка объясняется занятостью новой администрации США множеством неотложных задач. При этом из Госдепа США указывают на необходимость усиления борьбы с коррупцией на Украине, так как именно это наиважнейшая задача для стабилизации хрупкой украинской экономики. В незамысловатых фразах на самом деле скрывается огромный смысл и все реальные претензии демократов к Зеленскому. Он разогнал правительство реформаторов во главе с Алексеем Гончаруком, взял под контроль Национальный банк Украины, хочет уволить директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и поставить своего человека на должность главы специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины, приостановил реформирование судебной системы и поддерживает отношения с олигархом Игорем Коломойским, объясняет пресса. И это не полный перечень претензий, просто список самых серьезных. Но именно из-за них завис кредит МВФ на 5 миллиардов долларов, которые крайне нужны Киеву для погашения предыдущих долгов, а также не звонит Байден, являющийся решительным сторонником независимости Украины, доказавший это еще находясь на посту вице-президента. 5 марта США ввели санкции против Коломойского и его семьи. Офис Зеленского официально поблагодарил партнеров, помогающих в битве против олигархов. Однако в Вашингтоне от него ждут демонстрации реальной приверженности этой борьбе. Зеленский обязан восстановить независимость НБУ, оставить в покое антикоррупционную систему, порвать с Коломойским, начав его уголовное преследование. Без этого звонка Байдена не будет. При этом Зеленский всячески дает понять, что он полностью лоялен США по поводу России, но он хочет, чтобы внутренние вопросы ему оставили решать самому. В Вашингтоне относятся к этому без понимания, подытожило издание.